Добрый день, уважаемые коллеги! Очень приятно сегодня здесь находиться. Замечательный город, прекрасная погода, но не менее прекрасная конференция. Спасибо огромное за приглашение. Итак, мы сегодня действительно обсуждаем вообще-то очень важный вопрос, а именно вопрос, который реально в ближайшем будущем, по-видимому, изменит нашу клиническую практику. И вы скоро поймете, о чем идет речь. Итак, начнем с принципов и с основных подходов. Что такое вообще неодевантный подход и почему мы о нем говорим? Ну, естественно, традиционно неодевантный подход начал применяться при местно распространенном неоперабельном раке как единственная возможность лечения на первом этапе для того, чтобы перевести опухоль в операбельное состояние и, собственно, выполнить хирургическое вмешательство. Но несколько лет назад, где-то это был 15-16 год, стали говорить о том, что, по-видимому, проведение неодевантной предоперационной лекарственной терапии имеет преимущество и при ранних стадиях, первично операбельных стадиях, в общем-то, при тех опухолях, которые, в принципе, можно изначально соперировать. Ну, почему же так произошло? Давайте посмотрим. Началось все с исследования CBP-B18. Очень простое исследование. Четыре курса АЦ до операции либо после операции. И из этого исследования были сделаны три очень важных вывода. Первое. То, что, как минимум, неодевантный перенос вот этих курсов химиотерапии на дооперационный этап как минимум не ухудшает прогноз, да, равен одевантной терапии. Второй момент – это то, что в группе неодевантной терапии было достоверно больше выполнено органосохраняющих операций, да, то есть такая деэскалация локального лечения. И еще один очень важный вывод – это то, что выживаемость больных, у которых был достигнут полный патоморфологический регресс опухоли, была достоверно выше, чем у тех больных, у которых полного регресса не было. И дальше началась эра PCR, да, полной патоморфологической регрессии. Все стали говорить только об этом. В большом метаанализе было подтверждено, что действительно при достижении полной патоморфологической регрессии больные живут достоверно лучше, выше как безрецидивной, так и общей выживаемости. Далее было отмечено, что совершенно по-разному отвечают опухоли, и частота достижения полного патоморфологического регресса существенным образом отличается в зависимости от подтипа. Если при тройном негативном Махер-2 позитивном раке это 50 и даже больше процентов, да, то при люминальных, особенно при люминальном А подтипе, частота достижения PCR крайне низка. Да, видимо, это диктует необходимость каких-то различных подходов к лечению этих больных. Ну и также очень важное наблюдение – это то, что именно при таких агрессивных подтипах, как тройной негативный и ХР-2 позитивный, достижение полной регрессии патоморфологической существенным образом влияет на прогноз. То есть выживаемость больных, у которых вот с этими подтипами при достижении PCR, была такая же, как при других подтипах. То есть это переводит больных неблагоприятными подтипами, как бы меняет их прогноз на благоприятные. Еще дальше наши знания углубляются, и было отмечено по результатам неодевантных исследований, что ХР-2 позитивный опухоль ведут себя совершенно по-разному, с положительными рецепторами и без экспрессии рецепторов стероидных гормонов. Посмотрите. И, соответственно, был сделан вывод о том, что эти опухоли разные, они по-разному отвечают на терапию и имеют разный прогноз, собственно. И, видимо, подходы к лечению этих больных тоже должны отличаться. Ну и что еще дала нам неодевантная терапия – это то, что мы могли быстро тестировать новые режимы, по суррогатному инпоинту PCR и быстро вводить их в клиническую практику. Так вот по результатам исследований неосфер было показано, что добавление всего четырех курсов наодевантной терапии с пертузумабом приводит к снижению относительного риска рецидива на 40%. Ну и если мы говорим о тех годах, когда только начинался применяться этот подход при раннем раке, какие были аргументы в пользу наодевантного подхода. То, что это позволяет добиться большей частоты органов сохраняющих операций – это не слепое лечение. Больной видит эффект, это мотивирует его на продолжение лечения. И такой вот термин, что достижение PCR освобождает больных с неблагоприятными подтипами от плохого прогноза. Что имеется в виду? Пришла больная, у нее тройной негативный рак, G3, высокий, очень киш-67. Она знает, прочитала в интернете, что это очень плохой подтип. Естественно, страх и у пациентки, и у докторов. Когда мы на первом этапе убираем опухоль и проводим одевант, мы ничего не можем сказать, насколько эта терапия ей помогла, чего мы добились. Когда же мы провели ту же самую терапию в неодеванте, сделали операцию, а там полный патоморфоз, мы можем с полной уверенностью сказать, что мы старались, сделать все, что могли, и освободили вас от неблагоприятного груза тройного негативного рака. Если говорить о принципах терапии, они тоже изложены подробно в рекомендациях. Это очень важные принципы, что если вы выбрали предоперационный подход данной больной, то весь его объем надо провести до операции. Не делить на дооперационные и послеоперационные этапы, даже независимо от того, какой достигнут эффект. Особенно раньше этим грешили часто, допустим, два курса или четыре проведут, увидят хороший эффект, все берем на операцию. А что делать дальше, непонятно, потому что клинический эффект не всегда соответствует морфологическому эффекту и так далее. Ну и вот еще такой нюанс, который прописан в отечественных рекомендациях русско, что при раннем раке мы стремимся, наша цель – это полная эптомофологическая регрессия. Поэтому надо стремиться к использованию режимов с максимальной ожидаемой эффективностью. Иными словами, надо использовать режимы, прописанные в рекомендациях, стандартные режимы. То есть не надо отклоняться от этого. К сожалению, очень часто приходят больные, которым проведены, мягко говоря, нестандартные режимы. Эффект не достигнут, полный патомофологический эффект, что делать дальше, непонятно. И еще вот мы позволили себе в рекомендациях русской, к сожалению, не отображается почему-то, анимация, такую фразу, что если вы не уверены в наличии всех необходимых ресурсов для проведения полноценной терапии, антрациклинов, таксанов, если это HER2-позитивный рак, тростозумаб, если больной показан пертузумаб, если вы не уверены, что вот вы начнете терапию, и все эти препараты у вас будут в наличии для того, чтобы провести полноценную терапию, лучше тогда больных с операбельным раком начинать все-таки с операцией. Потому что что бывает тоже, больная HER2-позитивной опухолью, там Т2 и 0, почему-то начинают ей проводить, допустим, FAC режим, проводят 6 курсов. Совершенно нестандарт, когда спрашиваешь у докторов, почему так. Токсаны закончились в этот момент, а тростозумаб мы вообще в Неодиванте не можем дать, потому что больной должен быть, инвалидность должна быть и так далее. Это недопустимо. Не надо проводить лишь бы что больным операбельным раком. Только полноценный стандартный режим прописан в рекомендациях в данной ситуации. Но интересно то, что в последнее время происходит смещение акцентов все-таки при Неодивантном подходе. Если, как я уже говорила раньше, это был только ПСР, говорили только об этом, как его увеличить, повысить всеми возможными способами, то сейчас понятно, что вот этот предел 50-60% при тройном негативном HER2-позитивном раке перейти уже очень сложно. Но очень сложно придумать такие режимы, которые еще привели бы к такому увеличению частоты ПСР, которое привело бы к увеличению выживаемости. И поэтому сейчас акцент сместился в пользу резидуальной опухоли. Как бы на нее еще повоздействовать? Понятно, что достигли ПСР очень хорошо, все перевели больную в благоприятную группу, благоприятного прогноза. Что делать с теми, кто не достиг полного патоморфоза? Наверное, надо думать о том, чтобы как-то воздействовать на резидуальную опухоль. И стали говорить о том, что проведение Неодивантной терапии – это отбор больных с резидуальной опухолью для дополнительной терапии. Первым исследованием в этом направлении было исследование CreateX, где больные ХЕР-2 негативным раком получали адивант с резидуальной опухолью, естественно, получали либо капицитабин, затем эндокринотерапию, если это была рецептор положительной опухоли, либо не получали капицитабин и показанием эндокринотерапии. И было показано, что этот подход существенным образом увеличивает как безрецидивную, так и общую выживаемость. И особенно большой выигрыш от этого подхода имеют больные именно тройным негативным раком. То есть самой вот этой вот нашей неблагоприятной подгруппы. Ну, несмотря на то, что это исследование критиковалось в силу того, что было проведено на азиатской популяции больных, которые, как мы считаем, более чувствительны к вторпиримединам, тем не менее, в силу того, что это была не очень дорогая терапия, не очень токсичная, да, мы, например, в рекомендации «Русская» уже в 2017 году эту опцию внесли, даже раньше, чем другие сообщества онкологические. Ну вот в 2018 году к нам присоединился НСН. Ну, естественно, в этом направлении работа продолжается, проходят другие исследования. В частности, при тройном негативном потепе изучается проведение одевантной терапии платины, препаратами платины. Опять же, подтверждается целесообразность назначения капицитабина уже у европейской популяции больных. У больных с берсией мутации изучается эффективность одевантной терапии парпангибиторами, в частности, алопарибом, да. Ну и куда же без иммунотерапии, конечно же, изучается и проведение одевантной иммунотерапии у больных с резидуальной опухолью при тройном негативном раке. Ну и, собственно, мы подошли к той теме, к тому исследованию, которому сегодня будет посвящено наше заседание, да. Исследование Катрин – это HER2-позитивный рак. Долго мы ждали результатов этого исследования. Резидуальная опухоль после стандартной тростозумаб-содержащей терапии. Больные получали либо стандартную терапию одевантную тростозумабом, либо 14-недель терапии ТДМ1. И я не буду раскрывать всех секретов, расскажут об этом подробно следующие докладчики. Только скажу, что это исследование было чрезвычайно положительным и показало, что проведение этой терапии существенным образом увеличивает выживаемость больных. Ну, ведутся исследования и при гормонозависимом раке, куда же без ингибиторов циклезависимых киназ, да, с резидуальной опухолью больные либо получают стандартную эндокринной терапии, либо эндокринной терапии с полубциклибом. Ведутся и такие исследования. Ну, я уже упомянула о том, что пристальное внимание сейчас уделяется резидуальной опухоли. Было замечено, что не вся резидуальная опухоль одинаково плоха, да, не все больные-то с резидуальной опухолью, собственно, прогрессируют. Наверное, она имеет какие-то различные свойства, но как минимум отличается по объему резидуальной опухоль. Иногда мы видим, что это единичные дистрофически измененные опухолевые клетки, а иногда это поражение массивной опухоли в молочной железе остаточное и в регионарных лимфоузлах. Ну, и очевидно, что так, наверное, по прогнозу эти больные отличаются. И вот была предложена оценка ответа на лечение по системе RCB, Resident Cancer Burden, да, когда смотрится несколько параметров, такие как ложе остаточной опухоли, клеточность, количество пораженных остаточных метастазов в лимфоузлах и размер наибольшего метастаза в лимфоузле. И все эти данные вносятся в онлайн-калькуляторы центра MD Anderson и выдается результат в цифровом выражении и в классе RCB, где 0 соответствует полному патоморфозу, а, ну, и, соответственно, чем больше класс, тем больше остаточной резидуальной опухоли. И было показано, что вот эта вот классификация по RCB определяет прогноз при всех подтипах рака молочной железы, особенно при тройном негативном и HER2-позитивном. То есть что имеется в виду? Что больные с RCB1 или, как говорят, близкие к PCR, да, то есть когда совсем маленькая остаточная опухоль, имеют прогноз, в общем-то, и прогноз близкий к PCR, к больным, у которых достигнуты PCR, да, в то время как больные с RCB3 или с массивной остаточной опухолью имеют гораздо худшие показатели выживаемости. Ну и, естественно, идут дальнейшие исследования по изучению биологических характеристик резидуальной опухоли. Наверное, скоро в этом плане будут какие-то результаты, которые тоже повлияют на нашу клиническую практику. Ну и если мы говорим уже о сегодняшнем дне, о 2019 годе, да, то практическими аргументами в плане проведения именно неодевантной терапии, неодевантного подхода является доэскалация локального лечения, получение важной прогностической информации, особенно точный, да, прогноз мы знаем, когда оцениваем резидуальную опухоль по RCB, да, ну и сейчас мы уже говорим о том, что это индивидуализация адевантной терапии в зависимости от наличия характеристик резидуальной опухоли, а именно, если говорить конкретно, да, то это капицитабин при резидуальной опухоли при тройном негативном раке и ТДМ-1, то, о чем мы сегодня говорим, при остаточной опухоли при ХР2-позитивном раке. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...